значит давайте вспомним вкратце что было на предыдущей лекции то есть мы обсуждали с вами продолжили обсуждение диаграммы пенроуза пространство деситтера мы используем судили факт то что пространство деситтера может быть вложено в пространство минковского на одну размерность старше как вот такой вот гиперболоид и дальше соответственно обсудили разные параметризации этого вложения которые покрывали различные области этого пространства да то есть для нас важно было что было весь этот гиперболоид это то что называется глобальное деситтеровское пространство разметает весь этот квадрат было по анкаре или frw патч на как я его называю области ты может выбраны как этот верхний треугольник и дальше был статический патч это максимальный участок пространство деситтера где есть временеподобная изометрия и соответственно это был вот этот вот треугольник да и дальше я значит в конце занятия упомянул быстренько какой ну один из способов квантования полей да на пространстве деситтера то есть смысл этого это изучение именно уже динамики квантовой механики на космологических пространствах и значит есть способ который в основном привязан к вот этому frw слайсингу да я вам напоминаю что время линии постоянного времени они выглядят вот так да они представляют собой как бы такое плоское трехмерное пространство примерно как мы вокруг себя его наблюдаем и такой стандартный способ это использование этих трехмерной симметрии это и переход к импульсному пространству и дальше соответственно квантование как как зависящие от времени гармонические осцилляторы значит что я хочу сделать сегодня я хочу сегодня там ну первую часть занятия показать вам другой метод квантования он может быть как-то математически чуть более чуть более сложный и не так часто используется именно в прикладной космологии но может быть это более часто используется в каких-то более формальных подходах к деситтерам будет такой как бы более лагранжев формализма и я постараюсь это сделать так чтобы было видно что никакие симметрии деситтера не нарушается что вот этот способом привязан к фонгрэппатчу он использует явно да то есть три симметрии из 10 остальные симметрии они ну как 33 плюс 36 до то есть вращение евклидовой плоскости остается остальные 4 симметрии они нарушаются да я вам напоминаю что группа симметрии пространство деситтера это со 1 ну нашего 3 3 плюс 1 мерного пространство деситтера со 1 4 которая значит 10 симметрий хорошо значит я первая часть такая занятия будет потяжелее мы поговорим о квантовой теории поля а в конце занятия я наоборот хотел поговорить о каких-то вещах таких более может быть чуть менее конкретных но реально о чем какие вот современные проблемы как-то стоят перед космологии о чем вообще люди думают включая меня ну вот именно какие-то ученые да то есть что мы понимаем в каком-то смысле про как мы вообще пытаемся думать про гравитацию да на каком-то они пертурбативном уровне в космологии то есть это будет так очень размыто скорее всего ничего не понятно но то есть это нормально потому что никто ничего не понимает по-хорошему но я думаю что поскольку даст студенты там кто-то из вас думает идти ли в аспирантуру кто-то думает там идти ли в магистратуру то есть кажется может быть хорошо как-то понимать какие какие пока в принципе вопросы перед наукой там на ближайшие пару десятилетий стоят на окей хорошо значит начинаем с обсуждения о том что такое квантовая теория поля в действительности значит есть разные подходы к квантовой теории поля они в конечном итоге все эквивалентны но выглядит по-разному и вообще ну такой конечно нормальный какой-то курс по квантовой теории поля который там подразумевает какой-то аккуратный вывод всех правил какие пользоваться он ну довольно длинные сложные какие-то там много тонкостей но на самом деле получающийся результат да такие правила которыми можно пользоваться чтобы делать конкретные вычисления в квантовой теории поля они довольно простые то есть мне кажется их можно довольно быстро объяснить и вот это то что я сделаю то есть такой результат как бы того такая практическая да такая пример квантовой теории поля ну потому что какой-то вывод там аккуратно сделать все равно невозможно я надеюсь что это даже если вы там как-то не очень много про квантовую теорию поля слышу это не будет абсолютно бесполезно потому что правила эти как я считаю можно понять и и значит это будет связано с то есть интеграл да то есть метод будет по сути интеграл по путям ну или там феймановский интеграл да то есть вот в таком ключе мы это обсудим окей что происходит значит как мы уже упоминали теория поля начинается с классическая теория поля да она задается некоторым действием которое это интеграл по времени от лагранжиана до полного лагранжиана который там свою очередь интеграл по времени вот с некоторой лагранжевой плотности плотности да но сейчас мы будем делать все в искривленном пространстве поэтому и мы хотим как сохранять симметрии какие-то интегралы по времени по пространству конечно не очень хорошо в этом плане смотрится да мы будем соответственно делать интеграл от до корень из минус g тут cd d4x сразу от лагранжи плотности которая должен быть какой-то скаляр на скалярная плотность относительно дифф преобразования есть это естественно не есть что-то совершенно новое когда мы занимаемся общей теорией относительности на на классике естественно мы пользуемся теми же самыми правилами для действия дальше значит ну мы будем рассматривать сейчас просто скалярное поле то есть мы запишем соответственно вот так да просто минус поставим перед всем действием квадрат фи квадрат да вот такую вот лагранжевую плотность значит и к этому мы добавляем какие-то взаимодействия давайте вот так хорошо все что мы будем сейчас делать естественно в итоге да как бы интеграл по путям он используется и для не пертурбативного определения теории поля но это что-то может быть в конце я упомяну сейчас мы будем считать что вот это вот взаимодействие да то есть это будет рассматриваться маленькая и переход от классической к квантовой теории поля он ну грубо говоря он делается вот так то есть рассматривается интеграл по всем возможным четырехмерным конфигурациям поля с взвешенные значит этим действием ф от фи да но некоторая формальная конструкция значит ну что это такое но и окей то есть то что я тут в принципе написал пока никакого смысла не имеет то есть что это за интеграл важно какие у него происходит гран условия да но это вот мы сейчас немножечко обсудим но идея в том что он сначала я просто скажу что как вообще смысл то есть пытаться как то взять бесконечно мерный интеграл это конечно какое то вообще не понятно что да это просто некоторый значок но идея в том что это вот такой интеграл он прежде всего позволяет нам считать коллекционные функции на поле фи то есть мы можем вставить сюда некоторые поля в ну вот некоторых точках нашего пространства времени и вот этот объект будет называться корреляционной функцией окей сейчас ну давайте хорошо опять какие-то непонятные значки что это такое с точки зрения нашего применения до нашего космологического пространства то есть я вам напоминаю у нас есть эта диаграмма пенроуза да и сейчас мы будем говорить про какую-то инфляционную картину помните я объяснял что значит у нас есть чистый деситер когда мы думаем про инфляцию значит деситер когда заканчивается и переходит в какую-то фрв космологию то что нас интересует это значит какого типа вот поля это деситеровский участок вселенной создает да вот это то что мы хотим понять и для того чтобы попробовать то есть тут окей у нас есть плоское пространство но они какие-то квантовые поля вот здесь вот в будущем живут да значит полезно думать об этой границе как как будто бы эта граница очень близко к будущей бесконечности и по сути вот здесь ну давайте скажем что у нас здесь есть конформное время да и эти поля вот мы вставляем наши поля вот сюда вот при каком-то очень маленьком времени это c да будем его называть а то есть вот эти все поля они вставлены в какое-то время это c и у них какие-то есть там пространственно подобные координаты неважно значит как я уже говорил в какую именно координатную систему мы сейчас используем да то есть в любой координатной системе это глобальные там или пуанкаре или мы может быть ну в статическом патче конечно это неудобно делать в статическом патче мы будем вставлять поля вот так и это тоже мы сделаем ближе к концу доклада пока просто для конкретности представляйте себе вот такую картинку у нас вот сюда вставлены поля где-то в будущем да в какой-то координатной системе и мы значит взвешиваем как тут все возможные конфигурации поля они как-то вкладывают они вносят какой-то все возможные истории да развития полей они как-то вот тут развиваются флуктуируют и вносят некоторый вклад в в корреляционные функции да это то же самое что так как expectation values да в квантовой механике средний да как квантовые средние да правильное слово каких-то операторов да вот в этот момент времени вот 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 что мы хотим вычислить утверждение что такой функциональный вот этот интеграл он он значит это вычисляет окей хорошо давайте мы сейчас попробуем забраться ну как это как это считать то есть можно пытаться там да на компьютер посадить там что-то дискретизировать ну это все как-то очень абстрактно да то есть что конкретно мы делаем конкретно мы разбиваем наше действие на значит у нас есть свободный кусок да плюс взаимодействие и давайте для конкретности тоже что ладно зачем тут что-то делать совсем общее возьмем взаимодействие просто g фи давайте g фи в кубе возьмем взаимодействие да для конкретности значит у нас есть вот этот вот здесь интеграл от g фи в кубе опять же по всему давайте лямбда извините потому что g у нас это метрика там ну чтобы не путаться лямбда фи в кубе и здесь ну по-прежнему корень из минус g до 4x а и значит теория возмущения означает что что вот это лямбда это маленькая да то есть мы а будем считать что это некоторая сумма по лямбда лямбда в степени n вот соответственно вот такого рода функциональных интегралов извините давайте аккуратнее напишу здесь у нас будет интеграл да 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 значит я просто разложил ну здесь какой-то n факториал просто эту экспоненту в ряд тейлора да раскладываем вот хорошо значит смотрите теперь задачка как бы упростилась потому что у нас схематически интеграл выглядит так у нас есть некоторый то есть называется гауссов кусок да то есть это интеграл вида у нас есть интеграл вида да е в степени минус минус x квадрат и здесь там грубее ну давайте x и т в квадрат если у нас много этих ну давайте давайте так напишем е в степени минус фи и т в квадрат d фи и т и здесь какие-то вот там фиджиты и вставлены да это я ну как бы дискретизовал да сказал пусть у меня есть не бесконечное количество точек пространства времени их конечное число да тогда будут и я называю поля в этих конечном числе точек какую-то сетку выбираем да здесь в каждой этой точке выбираем говорим что поле означает фи и т и соответственно это вот такого рода интегралы и такие интегралы их значит можно брать утверждается следующим образом то есть мы рисуем вот эти вот поля где у нас они вставлены дальше мы на самом деле следующее по сути происходит то есть мы давайте брать вот эти интегралы по то есть тут у нас есть поля вставлены в конкретных точках да а есть вот эти вершины взаимодействия они размазаны опять же по всему пространству деситера в нашем случае то есть давайте вот этот интеграл по тому по вот этим вставкам наши вершины возьмем его в последнюю очередь ну так поменяем предел интегрировать порядок интегрирования по сути по полям и по вот этим вставкам да тогда у нас такая картинка у нас значит есть вот эти давайте я тогда согласно с вами с собой нарисую вот у нас есть это вот внешние поля вот они вставлены все при каком-то конкретном времени да а дальше у нас есть вершинки вот эти вершинки взаимодействия которые здесь у меня фи куб сидит в каждой точке да лямбда фи куб и вообще говоря они будут проинтегрированы по всему пространству но в какой-то конкретный момент времени в какой если я пока интеграл не беру да они вставлены в какие-то конкретные точки и дальше утверждение такое что вот вот когда значит в когда мы когда наш интеграл как бы не пересекается вот с какой-то из этой точки какой-то из этих точек да когда у нас гауссов интеграл оставшийся не пересекается с какой-то из точек взаимодействия или с какой-то из внешних точек то значит мы просто по локальности мы вот на весь этот кусок забывать как бы забываем про весь этот кусок и значит берем просто свободный интеграл да и свободный интеграл это есть решение свободной теории поля сейчас мы займемся решением свободной теории поля просто пытаюсь мотивировать для вас почему как бы это важно очень понять решение свободной теории поля и в этом некоторый там ключ по крайней мере к пониманию всей теории возмущений да значит вне вот этих вот точек, которые мы как бы отметили в нашем пространстве, мы просто развиваемся как свободная теория поля. И дальше вот это есть фейменовский способ это визуализировать, и вот это свободное распространение, оно рисуется просто линиями. То есть это можно думать про это как частица просто как бы летит в пространстве свободно, ничего с ней не происходит. Ну и дальше, значит, идея такая, что нам нужно думать, какие способы свободного распространения полей существуют между вот этими нашими фиксированными точками. Ну, значит, помните, что у нас вот отсюда как бы три поля испускается, нам нужно вытащить отсюда три ножки из каждой из этих вершин, ну и где-то здесь, а здесь вот в этих по одному полю как бы поглощается. Ну, вот мы можем вот так, например, соединить эти линии. Ну, например, и вот это то, что ты анализовал, это называется диаграмма Феймана. Кто слышал уже слова диаграммы Феймана? А, ну все слышали, да? Значит, да, ну мы тут как бы было опущено много кусков, я говорю, я просто говорю, что там в итоге получается. Да, ну морально, вот смотри, мы разложились, да, и дальше я сказал, окей, вот возьмем вот так сначала. Сделаем, да, то есть это от какого-то, давай вот это, может быть, будут игреки и ты, да, здесь, а здесь вот это вот иксы для внешних полей. И вот интеграл по игрекам я наружу вытащу, да. И теперь при каких-то конкретном игреке вот у нас есть какие-то точки пространства, где взаимодействие происходит, да. Тут важно, что взаимодействие локальное, да. То есть тут вот этот метод, чем, почему я такой, ну, немного нестандартный, там, если какие-то другие курсы квантовой теории поля берете, обычно так про это не говорят, но мне кажется, эта картинка, она интуитивно очень хорошая, потому что она использует локальное взаимодействие, в отличие от такого, может, более канонического подхода, где там к импульсному представлению переходишь, и как бы локальность, она становится не такой прозрачной, потому что в импульсном пространстве, да, то есть когда мы к фурье перешли, мы по всему пространству проинтегрировали каждое поле, оно уже не локальное. Здесь я, значит, прямо действую просто в координатном представлении, я говорю, окей, когда мы, когда вот эти поля, здесь сидящие в нашем функциональном интеграле, не пересекаются с вершинками, ну, все, мы про них просто забываем, и у нас это гауссо-функциональный интеграл, да, то есть это функциональный интеграл для свободного поля, да, для свободного действия. Окей, ну, то есть это, да, это какой-то физический вывод, но он в каком-то смысле глубокий, да, потому что если бы вершинки взаимодействия были нелокальными, то мне бы было сложнее, да, такой аргумент проводить. Естественно, можно там с нелокальными теориями поля работать, но вот там тоже похожие технологии развивать, но тут нам это не нужно. То есть тут просто вот я говорю, это, оказывается, правда, что мы вне этих вершинных взаимодействий, мы распространяемся как свободные, да, просто из локальности. Эти поля, они как бы конкретно на уровне этого интеграла не знают ничего про эти вставки. Ну, немножко, окей, более такой следующего уровня подход, да, это то, что мы можем думать про вот эти вставки как, ну, какие-то источники, да, которые испускают наши поля. То есть там, окей, ну, несколько можно как бы рассмотреть dphi, 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 gphi как бы гауссов интеграл с источником, да, сначала, и дальше можно там путем просто комбинаторики показать, что чтобы обслужить какое-то количество вот этих вставок, можно все эти поля заменить на вот то, что называется источники для полей, да. То есть почему это называется источник? Ну, давай, хорошо, значит, еще раз тогда скажу, значит, когда мы берем гауссов функциональный интеграл, нам нужно будет решить, ну, поскольку гауссов, смотри, это просто, ну, на физическом уровне это довольно просто, гауссов функциональный интеграл — это свободная теория поля, да. Свободная теория поля, ну, это просто вот поля, они, окей, они распространяются с уравнением Клейна-Гордона, да, который мы сейчас озвучим для дисситера, но это просто правильно в любом пространстве времени. Соответственно, когда у нас есть источник, да, линейный член, да, то мы уравнение движения, следующее из вот такого действия, да, это box phi равняется j, да, то есть вот это как бы источник. Дальше. Некоторая комбинаторика показывает, что взятие вот такого интеграла с вот этими полями, оно, и, значит, есть источник локальный, да, есть источник пропорциональной дельта-функции, то мы знаем, как такие уравнения решать. У нас везде поле просто лежит в свободном уровне Клейна-Гордона, да, но дальше нужно найти будет функцию грина. Сейчас мы это сделаем более детально. Значит, функция грина, потому что, когда у нас есть источник, нам нужно решить, значит, тут мы дельта-функцию вставляем, да. Вот это как бы и происходит. Вот так работает квантовая теория поля на уровне теории возмущения. Мы, значит, раскладываем. У нас есть некоторые внешние поля, корреляторы которых мы пытаемся посчитать. Есть вершинки. Окей, мы про это все, мы думаем про, как некоторые источники, про локализованные источники в уравнении Клейна-Гордона для просто свободного поля. Окей. И дальше, значит, после того, как мы вот это вот свободное распространение решили между источниками, все, что нам останется сделать, это нам нужно проинтегрировать по позициям всех возможных вершин. Да, то есть нам нужно будет каждую эту вершину проинтегрировать по пространству времени. Окей. Понятно, какая интуитивная картина или какие-то есть? Еще вопросы? Ну, смотри, почти так, да. Но сейчас я хотел как бы показать, что вообще в искривленном пространстве времени эта прескрипция на самом деле не так сильно привязана к наличию какого-то выбранного времени и квантово-механической эволюции в каком-то конкретном временном направлении. Ну, в итоге она как бы, эта квантово-механическая эволюция, она зашифрована в этом функциональном интеграле, но чтобы она была правильно зашифрована, сейчас нужно будет добавить еще один очень важный ингредиент, который я пока не указал. На самом деле, то, что я здесь сейчас сказал, давай я так скажу, это правда для, то, что называется, евклидовых теорий. То есть тут вообще мы начали с чего-то очень общего, как и мы говорим про деситера, но вообще то, что мы здесь написали, это верно и для каких-то евклидовых теорий. И вот то, что я на самом деле сейчас сказал, я как бы немножко вас обманываю, потому что то, что я говорю, это осмысленно для евклидовых теорий. И когда думаешь про евклидовых теорий, там нет какого-то, ну, можешь выбрать как какое-то евклидовое время, но вообще такого понятия в принципе нет, но весь этот механизм работает, и функциональные интегралы можно брать. И тогда про это как бы полезно думать, как просто ты вырезаешь кружочки, да, какие-то маленькие вокруг своих источников, и решаешь вокруг везде свободную евклидовую теорию поля, да. Окей. То есть в принципе то, что ты сказал, правда, я хочу сказать, что это не так сильно привязано к какому-то конкретному выбору времени, да, как в отличие от вот такого более гамильтонового подхода, когда ты реально выбираешь какое-то время, и на каждом из этих времени пишешь свое гербертовое пространство, и смотришь, как оно революционирует, да. То есть вот этот подход, он такой немножко более общий в этом плане. И особенно, когда начинается гравитация, как бы, окей, там становится сложнее и сложнее с гамильтоновым формализмом, вот с таким, потому что, окей, время в каждой точке пространства, как мы там это выберем. Естественно, это можно сделать, но это теория возмущения, но это технически очень сложно. Оказывается, что вот с таким немножко менее строгим подходом, но зато более универсальным, с ним можно как бы дальше чуть-чуть уехать в некоторых местах. Ну, в принципе, да, это интуиция, это интуиция верна на том уровне, что я сейчас сказал. Значит, какую часть я, ну, в каком-то смысле опустил здесь, да. То есть этот интеграл по лоренцовским траекториям, он, ну, не очень хорошо определен. То есть он не очень хорошо определен даже в каком-то практическом способе, как его считать. Потому что нужно указать, то есть чтобы в лоренцовской теории рассматривать вот это вот даже эволюцию свободного поля, да, окей, нам не так важно знать, как там именно время выбрано. Нам нужно знать какие-то, как устроены начальные условия вообще для этого поля, да. Потому что могут прилетать, в принципе, могут прилетать какие-то волны свободные отовсюду, и, значит, всю эту картину нарушать, да. То есть для этого нужно, на самом деле, указать, что происходит у нас вот здесь вот, как бы в далеком прошлом. Хорошо. И здесь приходит некоторая разница между тем, что происходит в космологии обычно, и тем, что происходит в теории с матрицы, например, в теории рассеяния в плоском пространстве, что такое. Ну, самое стандартное наблюдаемое, которое в квантовой теории поле вычисляется, да. Давайте, значит, я вам это тоже объясню сейчас. Значит, смотрите, мы… И вот это идет под названием «Ин-Ин формализм», ну, или «Техника Швингера Келдыша», да, который называется… То есть идея в том, что мы хотим посчитать вот эту вот корреляционную функцию, но для этого нам нужно проэволюционировать поля. Значит, давайте… У нас есть какая-то… Значит, эти поля, да, есть какая-то волновая функция. Ну, это просто в квантовой механике, да, в которой мы хотим посчитать вот эти ожидания, да, усреднения по нашему состоянию. Вот. И идея в том, что вот это… Для каждой из этих волновых функций мы, в принципе, должны написать свой функциональный интеграл. То есть получается, что… Давайте я напишу вот это вот dφ, например, кет, да, для кета волновой функции. И вот это вот для bra волновой функции. Хорошо? То есть мы делаем вот такую… Мы как бы эволюционируем нашу волновую функцию на двух сторонах, и для каждой из них мы пишем вот такой вот функциональный интеграл. Окей? И дальше получается, что когда мы раскладываем вот эти вот наши вершинки, окей, у нас есть… Иногда вершинки приходят из вот этой bra части волновой функции, а иногда они приходят из кет. То есть на самом деле есть два типа вершинок вот здесь, да, которые эволюционируют. Ну, это одна и та же волновая функция, да, но удобно думать про это как два разных функциональных интегралов. Просто, ну, ничего не мешает нам считать сначала bra, а потом кет с двумя разными функциональными интегралами. Значит, когда вы изучаете S-матрицу, такого не происходит, потому что S-матрица — это in-out наблюдаемое. Вы приготовляете какое-то состояние, эволюционируете его по времени и смотрите, что получилось. Вот процесс рассеяния, да. А в космологии нас интересуют вот эти вот именно корреляционные функции, в которых мы эволюционируем с как бы состоянием как и bra, так и кет нашей волновой функции и вот какие-то усредненные, и по нему в этом состоянии считаем наши наблюдаемые, да. То есть разница в S-матрице. То есть в S-матрице происходит что? Мы берем некое состояние, например, эволюционируем его, а дальше мы просто проецируем на какое-то out-состояние, да и смотрим, какова вероятность вот этого out-состояния. Да, поэтому вот этого кусочка, его с матрицей нет. Поэтому там, когда вы с матрицей сталкиваетесь, с вычислением, у вас обычно просто есть, ну, там, один тип вершин, да, какой-то. Ну, для, окей, может, много типов вершин, но есть вот такой простой теории, где просто, ой, дамда-фиф-куб, да, я считал, вот такое простое одно взаимодействие, один тип вершин. А тут, значит, будет есть два типа вершин, то есть в принципе нужно будет суммировать ряд теорий возмущений, например, это, вот тут это бра-вершина. Бра-вершина, да, а будут вот такие диаграммки, где это бра, а это кет. Хорошо? То есть вот такую, значит, физическую картину мы пытаемся сейчас воспроизвести. Окей, опять выглядит, да, вот что-то может быть навороченное и так далее, но сейчас прескрипция, мне кажется, она в итоге довольно простая. Значит, что я хотел сейчас объяснить, что нам очень важно научиться считать вот эти вот свободные теории, да, и нам нужно держать в голове, что вообще в свободных теориях могут быть какие-то разные условия на минус бесконечности по времени, да, ну, в каком-то смысле на границе нашего пространства. Хорошо? Значит, чтобы решить свободную теорию, нужно решить, соответственно, уравнение вот этого Клейна-Гардона в искребленном пространстве, да, в нашем случае в пространстве, свободная теория, в пространстве Десита. Значит, как это делается? Ну, понятно, что мы выводим, значит, уравнение движения, да, и это получается лаплосиан фи минус, не лаплосиан, а вот бокс, да, как это называется оператор? Клейна-Гардона называется или бокс? Ага. Как? Доламбертиан, да, Клейн-Гардон — это он вместе с м квадратом, да, фи равно нулю. Значит, мы пытаемся решить вот такое уравнение. Значит, есть полезная формула, которая, окей, значит, есть, чтобы вам не соврать. Вот. Значит, что Доламбертиан можно переписать следующим образом, да, Доламбертиан, Г, Ди, Т, Ж, И, Ж, Т, корень из Ж, Ди, Т, да. Я не знаю, если, может быть, ну, может быть, кто-то из вас вспомнит эту формулу, а если нет, то, значит, есть такая формула в общей теории относительности. Дальше, смотрите, это скалярное поле, да, и мы хотим, значит, мы решаем такую задачу, да, мы думаем о распространении этого поля из одной точки в другую, да. И, значит, мы хотим найти то, что называется, ну, вообще мы хотим найти функцию грина, да, то есть мы хотим найти, давайте вспомним, что такое функция грина. Это решение вот такой задачи, да, бокс, например, по x, g от x, y равняется дельта от x минус y, да. Вы сталкивались с функциями грина, да, то есть это, ну, понимаете, да, что чтобы решить свободную теорию поля, как я говорю, с какими-то источниками, нужно, значит, решать вот это уравнение, да, то есть я там как-то не буду это совсем мотивировать. Дальше, значит, у нас, поскольку поле скалярное, да, у него есть, оно не знает, как бы, у него нет какого-то выбранного направления, да, то есть вот эта функция для скалярного поля g от x, y, она будет зависеть исключительно от некоторого инварианта длины в деситере, да. И вот сейчас, значит, такой момент, что мы можем сказать, выбрать этот вариант как вложенный вот это x минус y в квадрате. И вот эту величину я буду называть кси. Окей, значит, это вот маленький x, mu, y, mu, да, это у меня были какие-то точки в пространстве деситера, а сейчас я иду и, как бы, начинаю думать про это в нашем вложенном пространстве, да, вот это большие x и y, это те, кто удовлетворяет вот такому уравнению вложения, да. Значит, смотрите, во-первых, почему все ли видят, что это инвариант, да, всех наших деситеровских преобразований, которые SO1, 4. Ну да, это должен быть инвариант, потому что эта группа SO1, 4, это просто унаследование, как бы, с точки зрения этого вложения, да, это унаследованная группа преобразований Лоренца пятимерная. И, соответственно, x минус y в квадрате — это инвариант преобразования Лоренца, да, соответственно, это инвариант всех деситеровских преобразований. И неважно, в каких, значит, это, неважно, в каких координатах это происходит. Дальше. Значит, Деламбертиан, действующий на функцию, которая только зита, это некоторый дифференциальный оператор, да, то есть это box x, действующий g от зита, это некоторый дифференциальный оператор, давайте назовем его Деламбертиан, от зита, g от зита, да, ну понятно, это функция одной переменной, хотя это дифференциальный оператор, который собран из четырех переменных, да, вот он здесь выписан. На самом деле это некоторый дифференциальный оператор, просто от одной переменной, потому что функция только одной переменной, да. Дальше теперь, чтобы нам найти, что это за дифференциальный оператор, теперь, ну хорошо, есть какие-то модные способы, но есть там простой способ, это выбрать просто какие-то конкретные, какие-то точки x и y, да, прометризовать их там в наших любимых координатах и там найти, что это за оператор по отношению к z. Ну а дальше, поскольку мы знаем, что это только функция, оператор зависит только от z, это будет верно в любой системе отчета, да. Ну такой немножко простой трюк, да, как вот там решим систему в какой-то системе, решим задачку в какой-то системе отчета, а потом просто ковариантизуем, да, то, что называется, выразим это через лоренцевские варианты. Ну вот мы, по сути, это делаем, только у нас тут как бы пятимерные лоренцевские варианты, и поэтому мы решаем, на самом деле, задачку на каком-то сложном, ну, окей, не очень сложном, но там относительно плоского пространства сложном многообразии, да. Окей. Значит, как это, ну и такое, самое простое, и опять же, я не буду, ну, всех деталей делать, да, я просто хочу вам показать, как там это делается. Значит, выберем просто нашу глобальную систему координат, я вам напоминаю, что это такое, да, минус d tau в квадрате плюс хошинус в квадрате tau d в квадрате омега 3, да, где это трехмерная сфера, и, значит, выберем точки, которые просто, у которых одинаковые координаты на сфере, и которые просто по переменной tau друг относительно друга расположены, да. Значит, тогда зита будет равна минус 4 синч квадрат 1 минус tau 2 пополам. Ну, да, опять же, я просто вам говорю, откуда я это взял, но вы это можете все дома спокойно проделать. Вы вспоминаете, как вот эти иксы, да, выражены в глобальной системе координат, да, ну, все, кто пока на прошлом занятии был, да, помнят, да, x0 это там синч, как у нас было, да, x0 это синч tau, эти там x1 это, вот, x это это был кошинус tau умножить на координат на сфере, да, вы, значит, это подставляете и выражаете, окей, для такой простой конфигурации, чему равна зита, окей, она оказывается равна вот такой величине, да. Ну, давайте я, tau x, tau y, да, у нас есть некоторая параметрация того, что такое x большой, параметрация того, что такое y большой, есть некоторые tau x, tau y, то есть вот это у меня большой x, и у него какой-то tau x, вот это у меня y, и у него tau y, да. И дальше, значит, я выбрал вот такую zиту, и я теперь просто подставляю это вот сюда, да, у нас здесь метрика, мы знаем, как зависит от, зависит только от tau, этот определитель метрики зависит тоже только от tau, мы подставляем это вот сюда, и получаем вот такое выражение. Давайте я немножко вот так еще сделаю, вам тоже дам эти формулы для произвольной размерности. вот это маленькое d, маленькое d, это у нас число пространственных координат. Ну, это, на самом деле, формулы красивее все выглядят, когда мы в произвольном числе пространственных координат. Значит, здесь у нас получается вот это d, и дальше мы делаем подстановку, tau 1 минус tau 2. Ну, на самом деле, вообще можно выбрать там tau y, просто выбрать равно 0, там, ну, не умаляя общности, опять же, это все все равно, мы можем любой вообще, любой пары точек выбрать, да, то есть управляя, тогда это просто будет все tau x, tau x, tau x. И потом мы, значит, вот такой вот оператор, мы выражаем, делаем, опять же, постановку и выражаем через зита. Значит, после вот всех этих операций, у нас 0,0 x минус n квадрат, действующий на функцию только от зита, что есть интервал в объемлющем пространстве, мы получаем вот такое выражение. d квадрат по d зита квадрат плюс d плюс 1 на 2 минус зита, d по d зита и минус n квадрат. Значит, всем понятно, что произошло, да? Ну, некоторую математику я опустил, но, в принципе, каждый этот, каждый переход его можно проделать, да, ничего особо сложного нет. Значит, важно, что вот это такое за тип уравнений, да? Значит, дифференциальные уравнения, как, наверное, вы из курса математической физики помните, они классифицируются, то есть это дифференциальные уравнения с одной переменной, второго порядка, с полиномиальными коэффициентами, да? Они классифицируются по наличию особых точек, да? То есть у этого уравнения, у него есть три особых точки. Это зита равно нулю, зита равно четырем, и зит равно бесконечности, да? Тут если так симпатический аналог провести, бесконечность — это тоже особая точка для этого уравнения. Вот. И, значит, такие, ну вот, уравнения, у которого три, как называется, регулярных особых точки, регулярных — это, значит, просто сингулярность коэффициентов, она простая, да? Ну, вы помните, что если старший коэффициент уходит в ноль, это то же самое, как можно представить, как полюс у какого-то там вот из этих коэффициентов, да? Это будут просто простые полюса, потому что простые нули, значит. Уравнение с тремя простыми особыми точками — это называется вот гипер... Я вот только не знаю, как по-русски с двумя или с одним p, но ладно, не важно. Гипергеометрическое уравнение. И решением его является гипергеометрическая функция. Значит, давайте я, ну, тоже выпишу просто, хотя я как бы это, ну, с Википедии взял, грубо говоря, там не бог весь. Какая новость? Значит, определение гипергеометрической функции, ну, одно из — это то, что он решает вот такое уравнение. Окей. Значит, мы в итоге хотим решить уравнение для функции green, но известно, да, чтобы решить уравнение для функции green, сначала нужно решить его везде вне, значит, поддержки его дельта-функции, поэтому мы решаем сначала однородное уравнение, да. Объект, удовлетворяющий однородному уравнению, называется гармонической функцией, да. Если, значит, гармонической функцией пространства деситера, вот сейчас мы это ищем. Значит, видите, что уравнение, оно очень похоже, да. Вот опять же, некоторая простая замена переменных, которая сводит вот это уравнение к вот этому уравнению, да. И, значит, ну, стандартное определение гипергеометрической функции — это что, значит, она решает вот уравнение от, зависящее от трех параметров a, b и c, да, которые патрибализуют, как у нас сингулярности расположены, и, ну, переменная z, то, от чего она зависит, значит, эта функция, решающая такое уравнение, она называется… она… окей, господи… от a, b, c, и вот она зависит от z, да. Вот это определение гипергеометрической функции, которая зависит от трех параметров, и от, ну, в общем случае, комплексной переменной, она решает вот такое уравнение. Соответственно, тут нужно еще сделать небольшую замену переменных. Гармоническая функция деситера, которая решает однородное уравнение, она оказывается равна значит, она решает, она дается следующее. последнее – это то, что у нас… ага, n квадрат – это d на 4 плюс nu квадрат. Хорошо, ладно. Не знаю, помучил я вас немножко формулами, не так уж у нас их много было в этом курсе. Значит, чего в этом полезного? Мы вывели функцию Грина, пока еще не функцию Грина, извиняюсь, вывели гармоническую функцию, почти вывели функцию Грина, на самом деле полностью способом… Окей, мы тут выбрали какие-то переменные, ну, это такой был небольшой упрощающий трюк, но реально результат, который мы сделали, он полностью инвариантен относительно изометрии пространства деситера, да, это вот преимущество этого способа. И мы решили такую, ну, вообще не очень тривиальную задачу, распространение свободных полей на таком гиперболоиде, оказалось, что это связано с гипергеометрическим уравнением, да. Значит, если d, если маленькое d — это четное число, то на самом деле эти функции, они сводятся к каким-то присоединенным полиномам лежандры и так далее. Ну, вот в случае интереса, когда d равно 3, никакой более простой функции нету. Ну, и вообще, я так просто вам как-то советую, что пользоваться всегда, на самом деле, удобнее гипергеометрическими функциями. Значит, давайте обсудим немножко, какие свойства этой гипергеометрической функции. Во-первых, смотрите, значит, здесь зависит от размерности, а тут это параметра ν, который все время встречается в какой-то деситеровской или там антидеситеровской физике. Он связан с массой следующим образом, да, то есть m квадрат — это 4 плюс m квадрат. Вы видите это вот отсюда, да, поскольку у нас здесь есть минус ab, да, это первые два значка ab. Это свободный член, без производных, он связан с m квадрат, да. И когда мы берем a на b, это вот dn4 плюс ν квадрат, это связано с m квадрат, да. Значит, опять же, ну, я надеюсь, понимаете, что это на самом деле m квадрат на h квадрат, да. Хорошо. Значит, утверждение такое, что это… Ну, вы вообще, там, сколько независимых, на самом деле, линейно-независимых решений у такого уравнения должно быть? Два, да. То есть и дальше, ну, я выписал какое-то одно, то есть почему я вот так… Есть там другая гипергеометрическая функция с другими значками, которая решает то же самое уравнение, да. Значит, почему я выбрал это? Как у кого есть какая-то догадка? Вот я выписал какое-то одно решение, какую-то конкретную гипергеометрическую функцию я взял. Как я ее выбрал, как вы думаете? Ну, вот на каком? Как… Вот смотри, значит, да. Ну, давайте, некоторые вопросы на понимание. Значит, я сказал вам, что есть три точки, да. ЗИТО равно 0, ЗИТО равно 4, ЗИТО равно, ну, бесконечности, да. Значит, давайте подумаем. Ну, эта точка ЗИТО равно 0, это понятно, когда X равно Y, да. Потому что ЗИТО — это сохранилось. X минус Y в квадрате. То есть, когда точки совпадают, да. ЗИТО равно бесконечности, понятно, это бесконечность, когда там, ну, X, например, фиксировали, Y ушел на бесконечность, или наоборот, да. Значит, что вот это за точка? ЗИТО равно 4, кто понимает? Ну, не точка, там, множество точек, да, на самом деле, потому что это все… Ну, один пример, да, что это такое за точка. Ну, давайте вспоминать. Вот у нас есть вложение, да. То есть, дается у нас гиперболоид, да, вложен в Минковский. Дальше, когда X минус Y равно 4. Где это находится? Гиперболоид, это… Ну, X минус Y в квадрате равно 4, да. У нас здесь… Ну, давайте при время равно 0, да, что происходит? Ну, кто-нибудь. Вот если это X, вот здесь, да, и время равно 0, то, скажем, у Y тоже время равно 0. Где Y находится? Да, да. Да, в квадрате 4, да. То есть, это все, все поняли, да? Я забыл, как тебя зовут еще раз? Стефан, да, вот что Стефан сказал. То есть, это при, ну, при одинаковом времени, это то, что называется антиподальная точка Деситера, да. То есть, на, например, на диаграмме Пенроуза, которую еще раз я нарисую. Вот это, если мы взяли время равно 0, да, вот это наш гиперболоид, и, скажем, вот здесь мы сидим в точке X, то это от нас на противоположном конце вселенной в каком-то смысле, да. Ну, она тут маленькая вселенная всего, шарик размером Хаббловский радиус, ну, как маленькая, но вот как бы дальше она расширяется, ну, и эта точка там, это некоторое множество точек, заданное этим уравнением, да, X минус X на 4. Значит, с какой стаи, то есть, ну, прескрипция квантовой теории поля, локальной, это то, что у нас, ну, не должно быть каких-то сингулярностей у пропагатора, ну, вот, там, в точке, которая, там, не знаю, находится на другой части вселенной от нас. Значит, откуда это берется? Ну, там, это более-менее как аксиома, но идея в том, что если бы там была, значит, когда у этих гиперогенетических функций возникает сингулярность, да, то там, соответственно, в общем случае получается, как это, разрез, да, то есть там функция в окрестностях этой точки не может быть все время вещественной. Ну, вот, а дальше, ну, хорошо, я как бы до этого не договорил, но там такое еще утверждение, что если мы начинаем считать какие-то коммутаторы полей, то они связаны с мнимыми частями этих пропагаторов, вот. Ну, это верно, там, в плоском пространстве и так далее. И, значит, если у нас немая часть развивается у пропагатора где-то на противоположном части вселенной, это было как будто бы операторы, расположенные в этой противоположной части вселенной, не коммутируют с операторами, расположенными у нас. А это противоречие с причинностью. Да, то есть вот из причинности, из локальности квантовой теории поля мы выбираем гипергеориатрическую функцию, у которой нету сингулярности на другом конце вселенной. Значит, чуть-чуть еще про эту функцию скажу. Значит, у нас есть только сингулярность при зито равно нулю и при зито равно бесконечности. И при зито равно нулю, это, соответственно, где у нас х станет равно у, у этой функции появляется разрез. То есть, вот эта плоскость зито, у нее здесь появляется разрез. И на самом деле стандартно, давайте, да, зито, здесь зито равно, зито равно нулю, разрез. А зито равно нулю, это значит, вот эта величина равна единице. Гипергеометрические функции стандартные, вот этот разрез начинается из единички, потому что в этих обозначениях берется. И разрез у нее направлен, на самом деле, вот в эту сторону. Ну, потому что зито это, вот, 1 минус зито на 4, это зито, да. То есть, он направляется вот в эту сторону разрез. То есть, функция здесь выбирается чисто вещественный. А здесь у нее появляется мнимая часть, да. И, значит, вся вот эта область, зито меньше нуля, это область, где x минус y меньше нуля, да, в объемлющем пространстве Минковского. Соответственно, это область, то, что называется, интервал времени подобный от нас, да. То есть, смотрите, на самом деле, ну вот эти вещи, их, если выбирать какую-то конкретную параметризацию пространства деситера, пытаться рисовать, то есть, что означает, что вот эта зито меньше нуля, становится, ну, опять же, немного так, сходу это не видно. Но вот этот формализм вложения, он позволяет такие вещи видеть практически моментально, да. То есть, зито просто, это просто интервал в пространстве Минковского. Соответственно, мы знаем, что все зито, извиняюсь, зито больше нуля, да, зито больше нуля, это будут, соответственно, так. Сейчас, извиняюсь, я запутался. В моих обозначениях зито меньше нуля должен быть времени подобный интервал. Значит, я, извиняюсь, стандартно, значит, у гипергеометрической функции выбирается разрез так, что она здесь должна быть вещественной, а здесь у нее появляется мнимая часть. Это, ну, в терминах переменных z это наоборот делается. В переменных z разрез от плюс единицы идет до плюс бесконечности. Я извиняюсь. Вот в терминах переменных z он вот так разрез направлен, поскольку у нас единица минус z, разрез направлен вот так. Ну, хорошо, в общем, это какое-то зависит от этого значения. Но суть в том, что у нас, когда времени подобно, во времени подобной области, соответственно, пропагатор развивает мнимую часть. Окей? И это вот согласуется с причинностью и так далее. То есть мы, это все соответствует тому, как, какие-то правила квантовой теории поля должны работать. Хорошо. И, значит, следующее. Вот мы нашли эту гармоническую функцию. Она рассказала с гипергерметической функцией. Как теперь нам находить функции Грина различные? Значит, функции Грина, это когда нам нужно что-то сделать вот в этой точке, да, где z равно 0. Потому что z равно 0, это когда x равно y, и мы должны почувствовать правильную сингулярность нашего пропагатора. И, значит, это теперь оказывается связанным, давайте вспомним, восстановлю нашу, значит, картинку, с которой мы там стартовали, когда мы пытались вычислять какие-то феймановские диаграммки, да, скажем, как-то там x, y, например, вот тут мы решаем распространение свободного поля. Мы вспоминаем, что у нас часть этих вершин приходит из бравлновой функции, часть приходит из кет, да, и вот здесь дальше некоторый как бы трюк, да, что различные пропагаторы, они должны как-то знать о том, ну вот, то, что ты спрашиваешь, в какую сторону здесь идет время, да, какая из этих точек, там, y в будущем от x, или x в будущем от y, потому что, ну вот, если мы как-то будем думать про лоренцевскую картинку, да, у нас должны, там, как бы, когда мы, когда источник сидит в x, да, тут должен быть какой-то ретард, какой-то запаздывающий пропагатор нужно использовать, там, и так далее, да, и там, временю порядочной. В общем, оказывается, что все, все эти свойства, они вот в этот, на языке этого функционального интеграла, зашиваются в очень простую вещь, которая называется i-epsilon предписание, которая связана просто со следующим, что мы для вот этого вот времени так, ну, ну, давайте на языке глобальных координат, я схожу, хотя, опять же, это понятие, оно не зависит от координат, оно зависит просто от геометрии, но на самом деле все, что нужно сделать, это нужно вот к этим временам добавить к таву, когда она идет на бра части контура, заменить его на таву, на единичку, плюс и эпсилон, и когда она сидит на кет части контура, заменить его на единичку, а минус и эпсилон, для некоторого маленького положительного эпсилла, то есть это связано с некоторым как бы это довольно такая глубокая вещь, которая показывает, что на самом деле как-то вот по крайней мере на уровне на уровне квантовой теории поля и на уровне пертурбативных по крайней мере вычислений вот эти все идеи о временном упорядочении, то есть что у нас как-то должна быть эволюция в будущем по времени в прошлом по времени что у нас вот есть эти бра и кет волновой функции и то, что могут быть диаграммки, которые связывают взаимодействие расположенное в эволюции бра и взаимодействие расположенное в эволюции кет, они могут быть получены такой небольшой, ну то, что называется евклидинизацией нашего пространства времени. импульсного пространства пространства и так далее. я не знаю, может сложить такое впечатление. Я хотел сказать, что это на самом деле более общий феномен, то есть я не знаю даже насколько известно, когда это вообще работает, когда это не работает, но вот известно, что да, это работает в плоском пространстве и это работает, ну там, когда есть какое-то, может быть, не плоское пространство, но есть там изометрия по времени, это тоже работает. Такой вот немного нетривиальный факт, что в пространстве деситера, хотя временных изометрий нету, и можно было бы подумать, ну и такого простого преобразования в фурье, его нету, то есть невозможно перейти полностью к импульсному представлению, то, что я говорил, что можно сделать по пространству, но по времени, поскольку метрика пространства времени зависит от времени, то есть какого-то простого четырехмерного перехода к импульсному пространству, его нету. И тем не менее в координатном представлении, которое я здесь использовал, оказывается, что есть вот такое же и описание подписания. И более того, оно значит работает вот в этом, ну это тоже известно, в этом более нетривиальном случае, когда мы считаем не in, а out наблюдаемого, когда мы считаем вот эти вот in, in, наблюдаемые. Мы просто нужно, поскольку эти волновые функции, они в каком-то смысле комплексно сопряжены, нужно евклидово смещение времени делать в разном направлении. Хорошо, я, значит, просто говорю вам правила, и сейчас в оставшиеся 20 минут мы немножко поразглагольствуем, ну сейчас я закончу, и там 20-15 минут мы поразглагольствуем про вот эти какие-то более такие абстрактные вещи, фундаментальные, и я, значит, объясню, еще постараюсь дать какой-то еще более глубокий смысл этого предложения, но сейчас, значит, на конец вот этого такого более теоретического куска, да, или наоборот, прикладного куска конкретного, значит, утверждается такое, что чтобы закончить построение наших правил для просто вычислений практических пространства деситера, все, что осталось сделать, это осталось добавить маленькие мнимые времена к тау-бра и тау-кет, и это, соответственно, значит, можно проследить, когда мы добавляем маленькие мнимые части к бра и кет, можно пройти сюда, и увидеть, как это добавляет мнимые части к нашей визита, и, соответственно, это доопределит наши пропагаторы, вне, когда мы начнем интегрировать вот эти вершинки по пространству времени, периодически, ну, как я, по сути, здесь нарисовал, y будет удален, интервал x-y будет равен нулю, когда они переходят, скажем, y движется вот так, когда мы интегрируем, и он становится из пространства подобным к x-у к времени подобным к x-у, это значит, x-y уходит в ноль, значит, z-у уходит в ноль, значит, мы нарываемся на разрез этого пропагатора, и дальше, в зависимости от i-эпсимом предписания, в зависимости какой из x-ов, например, потому что может быть ситуация, когда, скажем, x взят из бра волновой функции, а y взят из кет волновой функции, да, или там они оба избрали, оба из кет, в зависимости от этого нам вот это i-эпсимом предписание скажет идти нам вот сюда или идти нам вот сюда над разрезом, да, то есть это доопределяет все, все вот эти интегралы по x-ам и по y-кам, окей, ну вот, то есть в принципе и все, в принципе человек, как бы пользующийся этими правилами может вычислить любую корреляционную функцию в любой квантовой теории поля в деситтере, то есть значит этих интегралов есть какие-то будут какие-то расходимости у этих интегралов, что у нас вот когда мы считаем нашу корреляционную функцию, мы значит пишем нас ряд теорий возмущений и дальше мы у нас есть интегралы по вот этим x-ам dx, давайте большой dx и t по всему гиперболоиду, да, и дальше они с некоторым i-эпсилом присписанием, которое подразумевается и здесь значит у нас сумма идет под всем возможным диаграммам феймана, да, где вершина взаимодействия параметализована вот этими x-ами. А, да, ну, хорошо, значит, я сказал, что смотри, мы берем и у нас то есть утверждение такое, что вот это i-эпсилом присписание, оно устроено так, что если мы берем вот эту гармоническую функцию и дальше, то есть мы на самом деле решили уравнение гипергеометрическое везде вне z-равно-нуля, то есть при z-равно-нулю всякие вот эти переходы, которые я делал, они тут немного сингулярны. Окей, то есть мы решили везде вне z-равно-нулю. Все, что осталось, это фиксировать некоторое i-эпсилом, фиксировать, как, ну, вы знаете теорию распределений, да, то есть это функция, у нее есть некоторая сингулярность, она ведет себя как там zita в степени минус d пополам, по-моему, при zita идущем к нулю, значит, у нее вот такая вот сингулярность и дальше, значит, нужно, чтобы она решала, чтобы локально бокс, действующий на нее, давал дельта функцию, нужно тут выбрать правильное i-эпсилом предписание. Вообще, это i-эпсилом предписание, это то же самое, что просто в плоском пространстве, потому что когда мои точки очень близки, то же самое, что в плоском пространстве, но тут вот так оказывается, что правильное предписание дается, ну, как и в плоском пространстве, правильным i-эпсилом смещением по времени и, соответственно, это правильная регуляризация, чтобы дать все нужные, то есть, когда нужно дать дельта функции, оно дает дельта функции, более того, оно дает правильные вот эти запаздывающие или наоборот, в будущем по времени гранусловия для пропагаторов. Как бы это, да, это все там, я не знаю, не очевидно, это можно там сидеть, проверять, выводить и так далее, я просто говорю, что вот так оказывается, то есть, в чем была еще раз, да, философия вот этой лекции, окей, она там получилась не очень простая, но все равно, я очень много чего пустил, но я сказал, что чтобы объяснить, что нужно делать, на самом деле, нужно очень мало, да, то есть, можно вот так взять и поверить, что вот этот, что вот этот функциональный интеграл, который просто, по сути, есть набор феймновских диаграмм, да, всех возможных топологий, которые, все точки соединяются пропагаторами, пропагаторы, это вот такие гипергеометрические функции, да, то есть, каждая линия соответствует гипергеометрической функции, дальше, гипергеометрическая функция должна быть доопределена на разрезе, и она доопределяется вот таким аэпсимумом предписания, да, то есть, мы про каждую из вот этих линий мы думаем, какая из них, то есть, соединяет она, например, бра с бра, кет с кет, или с бра с кет, смотрим на аэпсимум предписания, с этого считываем, какое аэпсимум предписание для зита, и с этого переходим, значит, по надали под разрез, и это, в принципе, определяет, значит, каждый вот из этих, и дальше определяет все наши интегралы по хаму, по у. То есть, звучит как-то, я не знаю, как это звучит, сложно или просто, но для общей квантовой теории поля в деситере, это самый эффективный метод делать вычислений, то есть, окей, получается, некоторые вложенные интегралы от гиперогемистрических функций, но оказывается, что некоторые из этих интегралов мы умеем брать, а если мы их не умеем брать, то и никакого другого способа сделать вычисления нет, аналитически, то есть, вот так, вот как бы некоторый дух, то есть, что вот сделать, какие-то конкретные вычисления в квантовой теории поля в деситере, значит, когда вы будете заниматься космологией, ну, вот, ну, такой стандартной, инфляционной, там с этим удается это обойти, потому что поля, ну, иногда удается обойти до каких-то пор, потому что рассматриваются специальные поля и там, ну, некоторые простые взаимодействия, для них получается, что эти гиперогеметрические функции упрощаются, ну, там, в каких-то конкретные значения массы, там, ню и так далее, и иногда получается эти интегралы взять более простым способом. Но если вот пытаться делать что-то более общее, то как бы вот этот способ, он оказывается самым эффективным, его в каком-то смысле довольно просто объяснить, что делать. И он вот, чем он мне нравится, он сохраняет деситеровскую инвариантность, и он позволяет считать дальше, окей, я как бы призвал вас думать про эти корреляторы, но мы так все построили, что все зависит только от инварианта деситеровского, и, соответственно, мы можем считать точно так же и наблюдаемые вдоль, внутри статического патча или вот что происходит при каком-то конкретном времени, при конкретной пространственной точке, но вдоль времени, значит, вся эта техника, она продолжает работать, потому что наши пропрогаторы, все, все, значит, деситеринвариантно. Что еще я хотел сказать тут по этому поводу, ну да, в принципе, в принципе, это все, то, что я про какой-то формализм, это вот то, что я хотел сказать про квантовую теорию поля, значит, ну, некоторые, я не знаю, некоторые представления о том, с чем, с чем нам приходится сталкиваться, и может, когда у вас какой-то будет опыт в других областях квантовой теории появляться, вы можете сравнить, значит, с тем, что происходит здесь, значит, главное, ну, главное усложнение, с которым нам пришлось бороться, это сложная группа симметрий, да, в которой не было достаточно, как бы, простых трансляций, да, то есть не было вот временного трансляции, стандартный переход преобразования в Фурье, вот он так не работает сходу, и приходится вот такие более немножко продвинутые методы применять, чтобы написать какое-то выражение для феймеровских диаграмм, которые там, ну, часто оказываются считаемым даже аналитически, ну, для каких-то, по крайней мере, достаточно простых диаграмм. Ну, давайте зайдем к этому вот с такой стороны, опять же, свяжем с тем, что мы обсуждали, и обсудим немножко поворот, то есть связь деситера, связь деситера и сферы. и, а, сейчас я тут, значит, у нас вот tau на tau плюс аэпсилон, скажем, плюс-минус в зависимости от того, с какой стороны мы шли. И, значит, первая вещь, которую я хотел обратить ваше внимание, это то, что вот здесь можно сделать замену, значит, так более, ну, или вообще нарисовать комплексную tau плоскость, да, так скажем. И тут интеграл у нас идет, ну, хорошо, давайте так нарисуем, вот у нас идет, значит, комплексная tau плоскость, интеграл идет вот по такой линии, и мы, значит, ну, давайте, скажем, мы считаем там бра, мы считаем плюс епсилон, и можно на самом деле вот это епсилон предписание, его так как бы усилить, взять его не инфинтезимальным, а конечным, и перейти к вот такому контуру интегрирования для начала. Окей? Значит, этот контур, ну, тоже, просто, чтобы вы знали, это называется как бы то, что Hartl Хокинг, я не знаю, контур. Ну, выглядит просто, ну, и на самом деле, давай посмотрим, что за метрика у нас получается вот на этом вот кусочке, да, то есть давайте это назовем tau, а здесь у нас tau евклидова равняется и tau, и пусть она стартует от ипи пополам. значит, кто понимает, что, я не знаю, я уже все подсказал, то есть, да, естественно, метрика получается вот на этом кусочке, это d tau евклидова, да, в квадрате, плюс косинус в квадрате tau евклидова, d в квадрате омега 3, да, значит, это просто, вот этот кусочек, это полусфера, да, четырехмерная полусфера, все это видят. Ну и, на самом деле, другой способ это увидеть, это то, что, когда мы делаем замену переменных tau в и tau, помните, да, что x0 это был sinч tau, то есть, он переходит в и синус tau, и тогда видно, что вот это вложение, оно меня переходит в x0 в квадрат плюс x и t в квадрат равно единице, да, соответственно, про пространство деситера, с точки зрения квантовой теории поля на пространстве деситера, можно думать примерно так, значит, у нас есть вот этот вот друг, расширяющийся деситер, растущий из евклидовой полусферы, да, все видят, то есть, я кую, это правда просто для всех фермерских диаграмм, они могут быть аналитически продолжены таким образом, любой фермерские диаграммы на пространстве деситера. То есть, дальше, вот, ну, эта картинка, у нее, ну, есть некоторая надежда, что у нее, на самом деле, очень глубокий смысл с точки зрения квантовой гравитации. Значит, проблема, ну, такая большая, как бы, я не знаю, я бы сказал, самая фундаментальная проблема, которая стоит перед теоретической физикой, это, значит, что было во Вселенной в ее самом начале, да, откуда, то есть, какие вообще начальные данные для Вселенной, ну, и если мы, как бы, какой-то классической космологией занимаемся, или даже теорией инфляции занимаемся, то кажется, что у Вселенной была некоторая сингулярность в начале времени, да. Дальше, ну, вот этот подход Хартла и Хокинга, они, как бы, сказали, что, окей, если мы посмотрим, ну, или одна из интерпретаций того, что они сказали, мы посмотрим на квантовые поля, то можно, как вроде, не делать никакую сингулярность, а пойти в Евклидовую область и заменить все это сферой, да, то есть, здесь кривизна вот этого гиперболоида, она нигде не, значит, ну, поскольку это гладкая Евклидова сфера, да, здесь кривизна, она везде порядка Хаббл в четвертый, да, то есть, соответственно, если это много меньше, чем массы Планка в квадрате, нам вроде как нигде не нужно рассматривать сингулярные, то есть, это мы, мы это контрастируем с некоторой вселенной, которая сжимается и уходит в сингулярность, да, то есть, что такая более стандартная биг-бэнк-картина, ну, потому что чистый деситер, значит, его можно, конечно, вот так рассмотреть, но если посадить на него какую-то материю и так далее, или там вот инфляция всегда начинает сжиматься, то, как бы обычно, на самом деле, ты создаешь здесь какую-то сингулярность и происходит, происходит что-то вот такое, окей, то есть, если, а идея вот Хартл-Хоггер, что это может заменить на эту гладкую и фридуальную шапку, дальше, и это в принципе можно пытаться обойти как бы вопросы того, что происходит с гравитацией на расстоянии, когда кривизна становится порядка планковской кривизны, вот таким вот способом. Значит, насколько это вообще можно довести до конца, но это вот такой, как бы, большой вопрос. В первом приближении, да. Более, как бы, точная идея это то, что нужно, как бы, попытаться обойтись, иногда, ну, реально нужно рассматривать какие-то более сложные многообразия и так далее, но все они должны быть гладкие, ну, и да, в каком-то смысле евклидовы гладкие многообразия на ранних временах, то есть теория описывается, уходит вот так вот, да, в евклидовую область и, ну, там, сферы какие-то другие может быть многообразия, но все они имеют маленькую кривизну. Ну, про другие многообразия сложно сказать, как они выглядят, ну, чтобы понять, ну, например, могут быть евклидовы решения, которые имеют топологию S2 на S2. Они получаются евклидовым продолжением черных дыр в деситере. То есть если написать метрику черный дыр в деситере своршер solution, но я сейчас не успею написать, вот если его продолжить в евклид, то получается что-то типа S2 на S2. Ну, да, 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 да. Ну, хорошо, давайте я действительно последние пять минут заключительные, да, скажу про про static патч и про другое продолжение на сферу тоже, чтобы вы как бы можете что-нибудь слышать. Давайте вспомним метрику static патч, да. Ну, и деситер это когда вот деситер шворшер это когда единица минус р квадрат заменяется на 1 минус р квадрат плюс какое-то м на р или может быть минус я забываю знак, но неважно. В общем, тут действительно есть кусочек, ну да, наверное, с минусом. Есть кусочек как шворшельд, а есть кусочек как static патч. окей. А вот, это значит ds ds шворшельд, но это не то, о чем я прямо так хотел говорить, я хотел сказать, и вот если его, значит, продолжить, то получается топологически, по крайней мере, с 2 на s2, и там окей, есть мысли, что такие многообразия туда входит, но это значит намного более такая, как бы, менее исследованная часть, Hartl-Hawking, просто значит Hartl-Hawking у этих контуров, у них есть некоторые проблемы, но есть некоторая надежда, что эти проблемы могут вылечиться другими многообразиями эвквидовыми, но вот такая идея, что как бы можно придумать некоторую теорию начальных условий для Вселенной, полностью обойдясь как бы такой теории поля и классической в каком-то смысле гравитации, но то, что это полуклассический никогда не изучая, что происходит в районе сингулярности, она вот существует, есть такая школа мыслей и как бы есть надежда, что это получится, по крайней мере, с какой-то точностью и имеется некоторую модель начальных условий для Вселенной. И значит весь формализм изучения квантовой теории поля возмущений, он как бы является ключевым для анализа такого рода предложений и изучения того, что они себя представляют и какие у них предсказания для фемиологии. Дальше значит про другое в статик патче. Если взять статик патч и статическое время, которое мы называли вот это статическое, его продолжить в и фи, то на самом деле тоже получится метрика, то на самом деле может быть можно перейти, то есть еще написать, что r это косинус тета и что-то такое. тета изменяется от нуля до пи пополам. Значит, вот это тоже метрика на четырех сфере. Окей, хотя это не очевидно, это не очень стандартная параметризация четырех сферы. Это следующая параметризация четырех сферы, когда вот есть эта сфера и фи это вот такая вот координата. Фи это угловая координата, она изменяется от нуля до двух пи. Окей, ну ладно, тут мало времени сейчас, нам уже заканчивать на самом деле, но вот дома можете посмотреть, как увидеть, что это на самом метрика сферы. Ну, простой способ увидеть, опять пойти к координатам вложения, которые я в прошлый раз показывал, и увидеть, что вот такая замена, она переводит вложение деситера на делает вложение сферы, и сфера полностью покрывается, заметается она вот таким способом, что вот радиальная координата, она изменяется от нуля до двух пи. То есть это другое продолжение деситера в сферу. Двумя способами можно создать деситер со сферой. То есть тут чисто static патч заметает целую сферу, а тут ну как бы весь глобальный деситер заметал сферу, но вот это вот тонкость этих приложений, что они так ну и значит, да, последнее уже надо заканчивать. И последнее, что хочу сказать, это что вот такое продолжение на сферу, оно связано тесно с гипклиновым продолжением швардшильдовской метрики, где тоже появляется компактное временное направление, и значит компактное временное направление, оно всегда соответствует какой-то термальной физике. То есть другая идея фундаментальных построений деситера, то, что я там упоминал, это когда нужно рассматривать, когда люди думают рассматривать чисто статический патч, единственный наблюдатель, вот этот статический наблюдатель, он в каком-то смысле видит термальную физику за счет того, что его пространство-время может быть аналитически продолжено на сферу, где его время становится, где его евклидовое время становится периодическим. И дальше, значит, ну вот опять же, если вы там как-то применять функциональный интеграл к статистической физики, статистические системы с конечной температурой, они описываются интегралами с периодической временем. Опять же, значение вот этого в гравитации, оно намного более тонкое, мы понимаем намного лучше, что происходит в физике черных дыр, намного хуже понимаем, что это означает с точки зрения Деситра. Ну, какие-то слова про конечную энтропию Деситра и так далее, они приходят вот из этой версии аналитического продолжения, это называется как бы идея Гиббонса Хокинга, то есть, как вы видите, повсюду Хокинг, но как бы с разными людьми. Хокинг.